Броски прогибом, броски через спину. В борьбе все по-настоящему. Конечно, каждый мастер, передающий сегодня свой опыт молодому поколению, когда-то был новичком, едва умеющим встать на мостик. Но с чего-то нужно начинать. Недавно придуманный проект «Борьба в школу», только запланированный для внедрения в образовательный процесс, силами учителей-энтузиастов уже начал действовать в Ульяновске. Ну, во-первых, борьба. Это в первую очередь интересно. И, конечно, полезно. Столько в партере, специфические передвижения, гимнастические элементы. Да и сами дети со свойственным настоящим борцам рвением приступили к изучению новой для них дисциплины. Просто услады для глаз преподавателя. Ученики начальной школы с 1 по 4 класс бегут на физкультуру, как на праздник. Баскетбол, футбол, бег – это все прекрасно. Но давно хотелось чего-то новенького. И новенькое завезли в виде элементов борьбы. Начинается все стандартно с разминки. А дальше вместо банального бега по кругу идет растяжка, борцовские мостики и своеобразные пятнашки в партере. Урок начинается с построения, объяснения темы, задания, какое мы сегодня будем изучать. И постепенно, с каждым уроком мы все больше и больше изучаем элементов единоборств. Я потому что сам занимался борьбой 15 лет. И поэтому решил открыть новое направление борьба в школу. Дети от новой программы в восторге. Несмотря на то, что единоборство дисциплина серьезное, побегать, побаваться не выйдет. Как оно устроено в школе, поняли с первых занятий. Тебе как такие уроки с борьбой? Нравятся? Да, мне очень нравятся. Какие упражнения больше всего любишь? Мне нравится ползать на коленках. Тяжело ползать на коленках? Нет, мне легко. Тоже нравится. Какие элементы больше всего нравятся? Все. Занятие безопасное. Сложные элементы использовать не планируют. Только база и общая физическая подготовка, но на борцовский манер. Бороться насильно детей не заставляют. Все только добровольно и с одобрительной подписью родителей. Если занимаешься борьбой, человек будет всесторонне развит. Он может быть, в принципе, развит во всех видах спорта, да. Но она помогает и в футбол играть, в принципе, выносливость есть у борца. Да, координация хорошая. И игровые виды спорта все. То есть в любой вид спорта можно после борьбы. Также базовая подготовка к различным видам спорта. На первом этапе программа заработает в 20 школах города и области. Равняться планируют на успешный опыт коллег из Башкортостана. Уроки физкультуры с элементами греко-римской борьбы уже проводят в 46 башкирских школах. Если проект приживется и в Ульяновске, то в дальнейшем борцовские техники могут быть использованы для реабилитации людей с ДЦП. Главная же мечта Ульяновской федерации борьбы – открыть доступные кружки и секции в каждом уголке области. Павел Патриков, Геннадий Бухтайяров, репортер 73.